Добрый день! Вот такая у нас новая камера, снимается совсем все по-другому, поэтому мы поехали купаться с вами и посмотрим, как выглядит теперь по-другому мой наибахут. Я думаю, теперь он будет похож на то, что есть в действительности. А я возвращаюсь к вашим вопросам. Вот девочка мне написала, я так понимаю, что, наверное, недовольство, потому что она вообще-то подписала это под моей видеозарисовкой про тупую российскую молодежь, но я думаю, что она имела в виду другое, потому что под этим уже была ее заметка о том, что да, таких сейчас встречается очень много. Я думаю, что это относится к моим зарисовкам про мою оплопленную улицу и центральную улицу города, визитную карточку. Вот, они, безусловно, носят оттенок негативный, очень... Надо вот так подальше. Лежит уже хорошо. Очень мне больно было за мой город. Я всегда приезжала в Омск через Москву и сравнивать Москву. Такой Омск смысла никакого не было, потому что Москва – это государство. В государстве они процветают незаметимо ни от чего. А несмотря ни на что, наверное, надо сказать. Вот. А Омск – это вот такой уездный городишко, как его в свое время характеризовал господин Достоевский. Грязный, замусоренный, серый. И он таким становится сейчас. Вот сейчас грязным, замусоренным, серым становится. И мне это очень было ярко видно и очень больно было и за Мечей, и за мой город, потому что я приехала не через Москву, с которой я его никогда не сравнивала. Я приехала через такой же город. У них всего на четверть миллиона населения больше, чем в Омске, через Екатеринбург. Я была так горда за екатеринбургцев, за то, что они так любят город свой и так хорошо его украшают, и чистят, и строят, застраивают великолепно. Мне было очень приятно, я порадовалась. И когда я после этого явилась вот в свой родной город, мне стало больно. Причиной этой боли и послужила уже через две недели, когда я чуточку привыкла, послужили вот это буквально там пара-тройка зарисовок, когда я ходила по улицам и, не скрывая, показывала, насколько мерзкое ощущение вызывает все, что я вокруг себя вижу. Девочка говорит, зачем вы это делаете? Ведь вы когда были здесь, вас все устраивало. Ну, я не думаю, что меня все устраивало, потому что в течение семи лет, последние мои годы в России, я работала с иностранцами, и мне приходилось их водить по этим улицам. И когда я девочкам даю рекомендации, где принимать своих претендентов на руку и сердце, в России я всех предупреждала, что только смотрите, где находится ваш дом, потому что внутри у вас, безусловно, порядок и все хорошо, и вы максимально сделали все возможное для того, чтобы ваш дом выглядел хорошо, изнутри ваша квартира выглядела хорошо. А снаружи вот такое безобразие, которое они никогда понять не смогут. Вон дядька выдувает пыль с улицы. Сейчас, чтобы все было чистенько. Сейчас все он уберет, если, не дай бог, какая-то бумажечка где-то упала. Вот. Зачем я это делаю? Почему я объясняла? Теперь зачем я это делаю? Потому что я считаю, что то безобразие, которое творится в России, оно творится с нашего молчаливого согласия. Если я это не скажу, если вы это не скажете, если все промолчат и сочтут это как должное, то в России ничего изменяться лучшему не будет. Я уже вам говорила о том, что я была поражена тому, что в частном секторе растет камыш, в частном секторе растет, не знаю, как называются эти высоченные-высоченные травины выше меня ростом. И никому-то этого дела нет. В то время, как раньше мой город-сад высаживал миллион роз, и не перед августом их высаживали весной. И то, что он назывался город-садом очень долго, а теперь это город, наверное, помойка надо назвать, мне обидно и про это надо говорить. И может быть, если таких возмущенных видеозарисовок будет много, может быть, что-то сдвинется с места. Может быть, люди начнут на это обращать внимание. И она говорит, вы производите впечатление доброго человека, зачем ты это делаешь? Я хочу вам напомнить, добро должно быть с кулаками. Давайте будем бороться за то, чтобы наша Россия становилась лучше, чище, благороднее. С вами была Галина Смит.